Ну а более 200 человек приняли участие на втором фестивале экстремальных видов спорта в местности Яланка Хангаласского района. На скальном полигоне также соревновались по модным нынче направлениям – рафтингу, скайраннингу, пулевой стрельбе и веревочном парке. За звание лучших боролись 23 команды, рассказывает Сарглана Захарова. Яркое событие уходящего лета для любителей экстремального спорта собрало беспрецедентное количество людей в местности Яланка. Второй в истории фестиваль отличился от первого не только числом участников, но и разнообразием этапов соревнований. Людям понравилось, что было динамично, разнообразие соревнований, то есть они все немножко экстремальные. И это мы будем почувствовать на первый раз и на воде, и на скалах, и в фестивале перезонтали. В фестивале могли принять участие все желающие вне зависимости от возраста, пола и физической подготовки. Главный этап соревнований – скалолазание. Для большинства участников был в новинку. Но благодаря опытным инструкторам им удалось показать отличные результаты. Ну вот это мои первые разы были, и вообще не ожидала ни разу. Ну на некоторых было легко, но на той, где я на соревнованиях, то есть было посложнее, потому что там трасса какая-то такая, ну посложнее было. Если бы мне, может, ну один раз, если бы не подсказали, я бы на это не залезла. Фестиваль также дал возможность любителям экстрима попробовать себя в относительно молодом для жителей республики в виде спорта – скайраннингу. Это подъем на время по горной тропе. В конкурсе немаловажную роль сыграл командный дух участников, так как время фиксировали по первому и последнему дошедшему до финиша. Вообще он тут, конечно, забег делается на более высокие дистанции, да, почему скай, да, потому что к небу бег. В нашем случае здесь была наша еланка, но тем не менее, ребята, тоже им это тяжело удалось. И мы очень рады, что у нас так много получилось интересных этапов развития не только скалолазной альпинизмы, но и других экстремальных дисциплин. По итогам всех соревнований золото фестиваля завоевала команда БРТ. Им вручили памятные подарки и сертификаты на посещение скалодрома школы номер два. Отметим, что школа является социальным партнером организаторов фестиваля Республиканской федерации альпинизма и скалолазания. Они надеются, что следующий фестиваль принесет еще больше позитивных эмоций, а прошедший надолго останется в памяти всех участников.